Здравствуйте! Здравствуйте! У нас сегодня в гостях, как в последнее время повелось, представители молодежной, так сказать, субкультуры, Елена Борисовна Бояршинова. Она самобытный философ и придается философствам на философском факультете МГУ. Она там, так сказать, студент. Это одна из низших степеней посвящения философские тайны. Но вот, тем не менее, она любезно согласилась, так сказать, побыть с нами сегодня. Европа под покровом схоластики. Помните, в прошлый раз мы с вами толковали о том, что философ такой замечательный ученый, древнегреческий философ, создатель, ну, мы его в тот раз назвали, так сказать, первым профессором, первым, кто писал как профессор, так про него было сказано официально. Вот он такой был человек замечательный. Занимался обобщением классификации наук. И в его работе было две существенных вещи. Во-первых, очень большой пакет, скажем так, как вот сейчас говорят, блок вот этих вот обобщающих работ, ну, что-то типа монографического плана, плана как вот учебники, что-то такое вот. Он был создателем биологии, на самом деле, ну, зоологии, по крайней мере. Зоология морских организмов – это его конёк. Он в этом очень хорошо разбирался. Это был настоящий биолог, так сказать, маринист, скажем так. И логика. Новый органон. Органон, простите, называлась так его работа, у переписчиков европейских, которая была посвящена способам мышления, способам добывания истины. И вот схоласты – это целая школа такая научная, получила такое название – схоластика. На самом деле происходит оно от слова «школа», «схола», отсюда и схоластика. И это слово не имеет… Вот сейчас слово «схоластика» – это такое что-то, ну, явно негативный оттенок. А, это всё схоластика. Ну, какие-то такие рассуждения, не имеющие отношения к реальной жизни. Словечко это появилось ещё в античные времена, и никакого такого плохого оттенка она не имела. «Схоластика» как направление, течение, скажем так, в западноевропейской философии появилось, ну, знаете, как говорят, появилось, ну, где-то в конце тысячелетия первого, в веке в восьмом-девятом. Так считали классические историки философии, вот, скажем, до девятнадцатого века, по крайней мере, в девятнадцатом веке, так вот они считали, в двадцатом веке откопали более ранние работы, не знаешь, как их нашли, и сказали, что это ещё в пятом веке уже существовало это течение в христианской философии, в христианской... Вот даже сейчас задумался о философии. Ну, собственно, наверное, можно говорить, что это философия была. Так сказать, «патристика», так вот говорят такие слова. Надо сказать, что развитие схоластики получило где-то в средние века, и на развитие схоластики очень сильно повлияла политика того времени, проводимая местными князьями и церковью. Уже в восьмом веке нашей эры происходит постоянная конфронтация между церковью и властью. То побеждает церковь, то побеждает власть. Церковь говорит о том, что церковь была первой, и церковь должна властвовать на земле. Власть же утверждает обратное. Однако бывали моменты, когда власть и церковь объединялись. Например, это произошло при Карле Великом. Можно сказать, что время Карла Великого – это была эпоха средневекового ренессанса. Он был человеком безграмотным и грубым. В его дворе царил разврат. Однако он покровительствовал искусством, наукам, и старался, чтобы его подданные жили нравственно. Однако уже после смерти Карла Великого проспалась созданная им империя, культура. А какую роль в этом играла схоластика? Что она то в угоду церковникам доказывала, что они главнее, то в угоду этим... Как надо, так и повернул. Даже исправляли священные писания в угоду то церковникам, то власти... Кстати, на эту тему опытные схоласты, как-то очень остроумно в ту пору шутили на латинском языке. Переводы на русский язык какие-то не очень смешные их шуток. Они говорили так, что... Как они говорили, так сказать... Нос классика, он говорит... Восковой его куда хочешь, туда и повернешь. То есть имелось в виду так, что вот... Так сказать, тексты в классических работах, работах философских, которые они принимали за источник своего схоластического вдохновения, их можно использовать для придания авторитету любой идеи, какой хотите, вот, чему-чему угодно. Так вот, всё-таки схоластика возникла при определённых обстоятельствах. Было в первые века нашей эры, при Константине Великом, насколько я так понимаю, было заложено основы... Ну вот, говорят, слово такое есть, так сказать, патристика. Это первые вселенские соборы, когда уже христианская религия, вот это вот течение, можно сказать, в каком-то смысле политическое даже, стало выходить из катакомб, стало признаваться обществом, признаваться государством. Случилось это при императоре Константине. Кстати, Константин каким-то сложным путём, по-моему, пришёл к христианству, да? Он изначально-то не был христианином, хотя мама-то его была явная христианка, царица Елена её зовут. Вот как раз на примере императора Константина существует очень интересная схоластическая легенда. Так. Рим — это был основой и центром не только схоластики, но и вообще церковной власти. И чтобы оправдать, что Рим — это центр, и только церковная власть там имеет право заправлять, собирать налоги, была создана такая легенда, что император Константин был смертельно болен. И чтобы излечиться, он призвал своих жрецов. Жрецы сказали, ты должен принести жертву трёх младенцев и омыться их кровью. Константин, однако, не сделал этого. Он внял криком и просьбам матерей. И однако во сне ему явился ангел и сказал, чтобы он пришёл в пещеру. В пещере он встретил старца. Во сне ему явились святые Пётр и Павел, которые сказали, чтобы Константин крестился и ушёл из Рима, так как Рим — это град Божий. Константин уходит из Рима и начинает основывать Константинополь. То есть, таким образом, схоласты показывали свою первичность над всеми императорами и властью. Ну, кстати, там, по-моему, в легенде говорится так, что за толкованием этого сна, там не было, что это были апостолы Пётр и Павел, он обратился к христианскому священнику, а тот ему объяснил, кто это такие были, и уговорил его креститься. Но тут в рассказах о первых веках христианства трудно отличить, так сказать, красивую легенду от красивой правды. Ну, как-то, что-то я не помню, чтобы римские жрецы занимались такими вот обрядами, с омыванием крови, так сказать, этих младенцев. Ну, конечно, все было очень тихо, мирно, цветочки, козочки. Ну, что-то насчет цветочков, козочков, я не знаю. Ну, жертву приносили, а, конечно, цветочек и козочек, да? Человечный там никто не козли. Да, это как-то нетипично. Хотя могли какие-нибудь особенные колдуны-то и предложить такое, да, сильное средство, да? Нет, могло быть, да, так за пределами. Так вот, в ту пору как раз и была, ну, скажем, мне хочется сказать, кодифицирована христианская вера, православная вера. Константин был императором Восточно-Римской империи. И на своей даче, так называлось, так место его, загородный дворец в городке Никея, он собирал, так сказать, Никейский собор, на него были приглашены мученики за веру христианскую, у кого не было конечностей, у кого глаз, вот такой вот был народ, очень проверенный, скажем так сказать, их убеждения были проверены жизнью. И началась там работа над... Они все хотели по образцу тогдашней античной традиции все классифицировать. Это очень, кстати, близко к идеям Аристотеля. Нужно было создать, так сказать, символ веры. И вот тогда-то, вот почти в таком виде, как сейчас он произносится в церквях, и в православных, и в патолических, был создан символ веры. Там были какие-то удивительные находки, кстати говоря, вот их отстояли, тогдашние участники Вселенских соборов. Находка была такая поразительная, удивительная, вызвавшая много скандалов в тогдашней христианской среде от падения церквей, там отдельных ее фрагментов. Вот армянская церковь тогда вот отделилась от православной из-за этой поправки. Правда, говорят, что они были знакомы сейчас с ней в переводе, в плохом переводе с греческого языка, и что-то не так поняли. Вот, так сейчас объясняют. А там терминология была такая, вот фраза сама по себе удивительная очень, она, например, меня очень потрясает всегда, когда говорится, значит, перечисляется во что, так сказать, верую, верую в Сына Божьего, да, сотворенного, рожденно-несотворенно, да, единосущный отцу своему, раньше всех времен рожденно-несотворенно. Вот такие фразы. Во-первых, тут много потрясающих. Вообще, как так, Сын единосущен отцу. Это вообще какое-то вот, что-то интересное. Во-вторых, вот это вот раньше всех времен. Кстати говоря, в Аристотелевой философии полагается, что мир вечен. Он неизбывно всегда вечно существовал. И вот вопрос о творении, таким образом Аристотель как бы снимал свои философии, своих представлениях о мире. Но сейчас, если так вот разобраться, что значит мир несотворен? Ведь до, скажем, 50-х, 60-х годов, это была не только официальная версия атеистов. В принципе говоря, ей ничего не могли противопоставить и материалисты. Ну, ничего не могли противопоставить ученые, физики, по большому счету. Это потом появилась теория о том, что некоторое время тому назад время только и появилось. Где-то 5-6-7, по разным данным, некоторые говорят, около 30 миллиардов лет тому назад. Вот появилось время и пространство. Раньше этого ничего не было. Вот такие вот разговоры. Ну, кроме вот этого символа веры, о ранних христианских соборах был сформирован целый набор правил, которые легли в основу практического, ежедневного, так сказать, использования вероучения в христианских храмах, как у православных, вот то, что сейчас называется православной, восточной христианской церкви, так и в западной христианской церкви. Так уж повелось, что западная христианская церковь стала более такой, ну, разные отношения были между восточной церковью и властью, и между западной церковью и властью. Если восточная церковь всегда ходила как бы под властью императора, восточная церковь провозглашала, вот очень сильно выделяла, что нет власти, кроме как от Бога, Вот власть императора, вот она как раз от Бога. Были такие порядки, что император был главой православной церкви на Востоке, вот такие были порядки. А Запад вскоре после распада империи Карла Великого, которая, конечно, была создана, скажем так, под патронажем христианской церкви, Карл Великий очень так вот использовал, можно сказать, христианскую церковь для образования своего государства, он стал императором, провозгласил себя, нужно было императорскую корону от кого-то получить. И он выбрал ее получить не от византийского императора, он не хотел быть его, так сказать, вассалом, а от папы римского. Вот так вот он получил эту себе императорскую корону. И с тех пор, в общем-то, в Европе была традиция, вот особо такие вот значимые монархи корону свою получали из рук римского папы, главы христианской церкви на Западе. Это как-то вот, по-моему, один только Наполеон немножко отредактировал эту традицию в момент коронования, он ведь провозглашен был императором. Он не дождался момента, когда папа римский надел на его голову корону императорскую, он взял ее из рук и надел себе на голову сам. То есть вот так вот он скорректировал, он получил из рук папы римского корону и надел ее на свою голову. Но это были уже совсем другие времена, чем раннее, средневековье. Вот. Что-то хочет молодежь добавить? Да. Мне хотелось бы добавить то, что вот взаимодействие, вот такое коронование императоров всегда было сопряжено с разными трудностями. То есть церковь западная не могла жить без папы римского и монарх не мог быть возведен на престол без коронования. Однако церковь не могла жить и без императора, так как тогда бы она считалась отрицающей власть, данной императором от Бога. И поэтому эти взаимодействия церкви и власти приводили к очень напряженным и тяжелым последствиям. И в конце концов пала все-таки власть, потому что папа римский существует до сих пор. Да, все императоры давно пали. Это, кстати, вот знамя императора Константина. Вот под таким знаменем его легион, он был еще таким римским императором, такого-то римского стиля. Вот его легионы сражались в ту пору. Вот полюбуйтесь, какое оно большое и красивое знамя. Такое вот, на что похоже, на, так сказать, хоругиве, да? Да. Вот по стилю вот этого знамени как раз вот в православной церкви используется, так сказать, хоругиве. Там, где написана латинская фраза, там сейчас у нас изображение лик Христа. Вот такая вот история вышла. И вот у западников стало принято не просто кодифицированный вот этот набор данных. Их нужно было как-то вот систематизировать, привести в соответствие друг с другом и попытаться что-нибудь из них доказать и вывести. И вот на этой почве стала работать так называемая схоластика. Вот та самая средневековая христианская философия, которая вовсю использовала метод логический, который применялся Аристотелем. Вот самым таким великим и крупным, наверное, из основателей схоластики, его значение, по-моему, не пропало до наших дней, является Фома Аквинский. Или, как говорят на Западе, это, так сказать, Тома Аквинский, неотомизм, да, это вот так вот, так сказать, неофомизм, неотомизм. Вот вообще говоря, Фома Аквинский был очень нормальным мыслящим человеком. Я пытался знакомиться с его, с фрагментами его работы. У него работы, конечно, очень большие. У него есть такая работа под названием «Суммотеологии». Вот всё-таки в русском языке надо читать так, «суммотеологии», а не «суммотеологий». Это там три тысячи его статей отдельных. Ну, то, что мне довелось почитать, это, видимо, всё-таки из них очень незначительная часть, так сказать, выборка небольшая на несколько страничек. Но текст был вполне смысленным. То, что до меня было доведено. Но текст был таким очень, ну, как сказать, мне не с чем там было особенно спорить. Вот человеку, который, так сказать, вырос на марксистской философии, на марксистской диалектике, на диалектическом материализме, не с чем было там особенно поспорить, по большому счёту. Всё это выглядело как гениальное угадывание вот того, что использовал марксизм. Может, он списал, в общем-то говоря, как там называлось, три источника, три составные части марксизма. Да, классическая философия тоже один из источников. А, наверное, одним из источников классической философии является вот та вот схоластика европейская. Разумные вещи говорились о природе вещей. Ну, что, дескать, есть в отличие... Да, кстати говоря, схоластикой в своё время была течением, можно сказать, революционной философии. Победила она в изнурительной борьбе неоплатонизм, скажем так. Вот неоплатоники считали, что есть актуальное существование всяких обобщающих вещей, родовых признаков, да? Вот как бы мы сказали, вот есть такое понятие, так сказать, медведь, как биологический вид. Вот он актуально существует, или это только вот нечто потенциально существующее? Не существует медведя вообще, а просто вот некий в нашем воображении набор признаков, которые характеризуют медведя. Это, между прочим, очень интересный спор, который, на самом деле, видимо, не должен быть решён ни в пользу кого. Ни в пользу тех, кто утверждает, что медведя вообще не существует, ни в пользу тех, кто говорит, что медведь всё-таки вообще существует. Дело в том, что, вот помните, времена такие были, 50-е годы, 20-го века, так сказать, генетика так называемая, да? Она появилась как, так сказать, формальная генетика, формальная генетика и выглядела, в общем-то, она как схоластика некая. По сути дела, я не знаю, ругали её как схоластику научную или не ругали, но вполне можно было бы ругать. Что она говорила? Существует набор признаков генетических, гены, которые передаются. За этими генами никто не видел ничего, так сказать, материального. Примерно как за тем вот медведям вообще ничего материального нет. Стул вообще, обычно философы говорят. Вот мне стул вообще непонятно не нравится, а вот медведь вообще нравится, потому что я глубоко убеждён, что медведь вообще существует. Это набор генов, который характеризует вот именно медведя вообще. Вот без этого набора, значит, медведя вообще не будет. Вот у всех медведей есть что-то общее. Как говорит теория эволюции, они все, значит, произошли от какого-то одного, значит, вида, вот это вот разделение видов на медведя, вот они поэтому и родственники. Что-то у них общее есть. Оказывается, вообще у всех ныне живущих существ есть общие фрагменты их программы развития, так сказать, ДНК, потому что нужно синтезировать общие для всех живущих на Земле животных живых существ, так сказать, белки. И вот эти фрагменты там вообще есть. То есть живое существо вообще тоже в этом плане есть. То есть можно вот в этом плане так вот понимать. Понимаете? Любая истина, она дуалистична. Вот эта вот мысль как раз вот о, как бы сказать, дуализме истины, она заложена изначально в догматах христианства. Бог-Отец единосущен Богу-Сыну. Это вот вообще всех шокирует, не христиан, ну, в смысле тех, кто исповедует какую-нибудь монотеистическую религию, но христианином не является. То есть мусульмане, иудеи. А вот у христиан вот такая вот сумасшедшая бредовая мысль, которая выпадает вроде как за пределы обычного, так сказать, миропонимания. Но вот современная наука, наука эпохи квантовой механики, с этим вполне спокойно живет. Единосущность одной частицы другой, несмотря на все их различия, вполне может быть в ряде, так сказать, квантово-механических, так сказать, пассажей, этюдов, скажем так, которые нам предлагает, так сказать, жизнь. Вот я так длинно и окивокими говорю про схоластику. Схоластику трудно воспроизводить. Наука-то, она ведь путанная, тяжелая наука. Существовала много веков, пережила сама себя. И вот эти вот споры, про которые уж как анекдот они сейчас звучат, прилагали, ну, скажем, проблематикой непорочного зачатия. Вот с этим вопросом, так сказать, веры пытались схоласты справиться логикой. Дело в том, что Фома Аквинский, вот, в общем, как основатель схоластики, он, тем не менее, утверждал такую вещь, верую, потому что абсурдно, сверхразумно, интеллигибельно, трансцендентно. Вот такие вот термины он употреблял. Вот есть есть объекты, в которые надо просто верить, да? Как это есть такой стишок «Умом Россию не понять, у ней особенное стать, в Россию можно только верить». Вот, ну, это, тут нет никакого дуализма в этом стихотворении, нет никакой диалектики. А вот в вопросах веры, вот там сплошная диалектика. Которую, кстати говоря, заметили еще арабские, так сказать, философы. Они очень легко в своих умах примирили вопросы веры и вопросы естествознания. Они говорят, что, ну, говоря вот моим языком, как мне нравится, есть дуализм истины. Вот. Фрэнсис Бекон, по-моему, говорил, есть истины, падающие с неба, есть истины, бьющие с земли. Это уже, значит, перепев той же самой мысли, уже эпохи, так сказать, позднего средневековья, что мы называем. Вот так он вышел из этого положения. И правильно сделал, между прочим. Потому что, на самом деле, никогда нельзя истину дознаться до корней истины, дознаться до конца. Вот ошибка схоластов была в том, что они уверили себя в том, что логика Аристотеля поможет им узнать истину, познать истину без всякого эксперимента. Вот. Ну, я со вздохом сказал про эксперименты. Эксперименты в религиозной сфере – это как что-то такое вот непонятное. Говоря про религию, говорят про религиозные практики. Такое слово есть. Я тоже не очень понимаю, что значит религиозная практика. Это что, обрядность, что ли, или какие-то вот особенные переживания, просветления, которые не сходят на человека. Я не знаю, что это такое. Не знаю, как это правильно, значит, себе воспринять. Но вот религиозные практики, они, ну, практическая жизнь церкви была в те первые века христианства очень насыщенной. Расплодилось ужасное количество так называемых ересей. То есть не было единой точки зрения по ряду вопросов. И вот даже, так сказать, символ веры, принятый, хочется сказать, кодифицированный на Вселенских соборах, как бы сейчас сказали, всемирных соборах, хотя так как-то вот не говорят про те Вселенские соборы, но вот они же не со всей Вселенной собирали, ну, и тем более не со всего мира. То есть вот только с той обитаемой части мира, в которой было распространено христианство. То есть фактически со Средиземноморья, Европы, части Африки, части Азии, вот с тех вот мест представители там могли быть на этих вот Вселенских соборах. Так вот, началась масса всяких уклонений. Сейчас, кстати говоря, принято в Восточной Церкви в религиозной практике, в церковно-служебной, лучше сказать, практике использовать иконы. Иконы почитания у нас распространены. Есть такие понятия чудотворные иконы, праздник, обретение какой-нибудь чудотворной иконы. Вот такие вот в Восточной Церкви. Икон в нашем понимании, в плане понимания восточных христиан, православных, у западных христиан не существует. Их религиозная живопись и религиозные сюжеты, ну, это как бы иллюстрация к Священному Писанию. Они, конечно, так сказать, уместны в католической церкви, но это иллюстрация, напоенная, скажем так, отношением художника к происходящему. А не каким-то церковным каноном. Вот восточные иконы – это совсем другое. Так вот, удивительно то, что на Востоке долгое время было так называемое иконоборчество. Икона, значит, были такие большие люди-теоретики, философы, которые вставили во главу угла такой вот библейский тезис «не сотвори себе кумира», то есть «не сотвори себе идола». То есть, это же икона, это же кумир, это идол, мы, говорит, превращаем церковь в кумирню, значит, мы поклоняемся идолам. И были такие длинные этапы, да, когда восточная церковь вообще отказывалась от иконы. Если бы не западная вот такая вот ирония судьбы, на Западе к иконам нет того отношения, что на Востоке. То есть, вот рассказывали вот прежний папа римский, Иоанн Павел, он молился перед иконой Казанской Божьей Матери, да? Вот он-то сам рассказывал вот та икона, которую передали сейчас в России. Вот иконоборчество, к сожалению, имеет более глубокие корни, они уходят в первые века христианства. Именно в то время появился вопрос у первых христиан, как поклоняться Богу, изображать его человеком. Это значило бы, во-первых, более такой чувственно изображенный образ. То есть, получается, приходилось бы поклоняться образу, а в то время... То есть, так, как делали язычники классически в римской и греческой религии. И ассоциировали этот образ с самим Богом. Не через образ молились Богу, а именно молились образу. И вот именно поэтому впоследствии были созданы определенные церковные каноны, которые говорили о том, что изображение не должно быть слишком чувственным, что оно должно изображать какой-то общий образ, чтобы люди помнили о том, что какой был Бог, какие были святые, имели определенные представления, но он не имел каких-то либо портретных чьих, был очень такой возвышенный. Ну и впоследствии, в принципе, иконоборчество, оно было очень распространено, к сожалению. И были кто поддерживал это иконоборчество, и кто его отрицал. Причем с иконами делали совершенно жуткие вещи. Их жгли, рубили топором, топили. То есть, совершали по нашим понятиям просто святотатство. Да вот в тот момент римский папа Григорий, Григорий Великий, он так называют, он, кстати, святой в православной церкви и в католической тоже он святой. Это, по-моему, в век седьмой, наверное, нашей эры, вот он когда жил. Он положил этому конец, и его точку зрения приняла и восточная церковь. Небольшую роль в этом сыграл еще Иоанн Дамаскин сыграл. Иоанн Дамаскин. Иоанн Дамаскин. Он жил в Дамаске, и у него целый есть труд, называемый защитой иконопочитания, в котором говорится о том, что иконам необходимо поклоняться. Ну вот тут вот, наверное, думаю, что в разговоре об истории философии уместно говорить, что тут вот как раз всплыл некий, опять же, вот дуализм. С одной стороны, кажется, на первый взгляд, что такое иконопочитание с философской точки зрения, вот так, внешне. А это же то же самое, что поклонение, скажем, какой-нибудь там Венере или Аполлону, который изображается в воображении как некое такое человекоподобное, совершенно антропоморфное существо. Ну, кто такие вот олимпийские боги? Это люди, да, фактически, очень антропоморфные существа, у которых есть супружеские измены, какие-то там хитрости, кто-то кого-то застегает, так сказать, с чужим мужчиной, кто-то свою жену ловит. Ну, вот такие вот истории там. Ну, буквально просто как-то вот неприлично и неэтично христианину было бы поклоняться богам, изображаемым как вот живые существа, люди. Тем более, что мы, ну, вообще-то говоря, христианская религия, кстати, как и иудаизм, кстати, как и ислам, постулирует то, что вот бог, он безвиден фактически, да? Хотя, с другой стороны, он сотворил человека по своему образу и подобию. Вот тоже такой вот дуализм. В каком смысле по своему образу и подобию? Бог сотворил человека. Вот любопытно. Что-то хотели добавить? Да, я хотела добавить, что в современной Греции, православной Греции, проходил громкий судебный процесс, где определенной группе людей, она судилась с государством, им разрешили поклоняться 12-ти олимпийским богам во главе с Зевсом. Ну, по нашим поэтам это просто смешно. Ну, а вот... Нет, ну, мне вот смешно, почему для этого нужно быть громкий судебный процесс. Это что, просто привлечь к себе внимание, наверное, только с этой целью. У нас, по-моему, никто не проводит процессов, чтобы им разрешили поклоняться, так сказать, там, Перуну, Дождьбогу. Ну, то есть, наши свои российские язычники. Если кто к ним только предъявляет претензии, что они это делают. Ну, Греция все-таки православная страна. Ну, Греция православная страна. И там очень сильно развито православие, влияние православия на жизнь и деяние. Да, ну, я не знаю, о чем мы не судились все-таки. Что там, чтобы им разрешили. Ну, может быть, какие-то государственные дотации. Я не думаю, что в Греции вот есть государственные религии, которые запрещают все другие восповедания. Ну, нет, ну, может, какие-то государственные дотации, чтобы им выделили... А, чтобы им дали денег на это дело? Может быть. А, это ловко, да. Это государственная поддержка и вот эта вот религия, да? Это ловко. Ну, я знаю, еще когда я был маленький, нам объясняли, что в Америке есть религиозные такие группы, которые, значит, исповедуют древнеегипетские культы. Вот у них вот такие, там, вот так вот. В Америке верят, что Земля плоская, это вот общество плоской Земли существует. Да, ну, я думаю, что оно существовало, не верит? Нет, до сих пор существует, да. Верят и доказывают, да? Да, доказывают, что Земля плоская. Буквально даже с математической точки зрения, кто видел, что Земля плоская, а космонавты все наврали, это выгодно там тем-то и тем-то. У них очень такие интересные теории, так что советую вам. Ну, то есть они вот прямо это вот упорно придерживаются вот этого, да? Упорно придерживаются. Ну, это интересно. Это, наверное, упорство достойно лучшего применения. А может, это просто такая рекламная акция? Вот пойди докажи мне, что Земля круглая действительно. Ну, пойди докажи. Только что посылал билет бесплатный в космос нужен, да? Тогда только давать людям, чтобы они облетели Землю вокруг. А как же спутники связи, которые передают наш сигнал, да? Ну, Земля, она все равно плоская. Ну, плоская, и все тут, ничего ты мне не докажешь, да? И тогда можно скупить в это общество там. Да, я видел картинку, они какой-то огромный, грандиозный, так сказать, такой проводят физический эксперимент. Какие-то приборы у них там, они устанавливают их вот в своих этих, так сказать, прериях с целью доказать, что Земля плоская. Тоже определенный вид схоластики. Ну, видимо, прямую линию, ну, да, ну, такая схоластика, так сказать, с экспериментальным подтверждением, да? Ну, вот, мы как-то не очень себе чувствуем, что вот в вопросах религии как-то мы, конечно, сейчас, как говорится, к религии терпимы, да, толерантны. И те ляпы, которые делала схоластика в религиозных вопросах, они нами забыты и прощены. И вообще мы сейчас относимся к религии так вот, как, ну, хотелось сказать, как надо относиться, да, как к нечто сверхразумное, да? Так вот обычно все современные верующие люди образованы, вот так к ней относятся, к чему-то такому сверхразумному, вот, необъяснимому с помощью ума, да? Вот ошибка схоластов была, тех схоластов, что занимались сугубо религиозными проблемами, да, проблемами, сколько демонов может уместиться на кончике иглы, там, вот такие вот проблемы непорочного зачатия и так далее. Вот они, собственно говоря, нарушали заветы основателя своей концепции Фомы Аквинского, вот, кстати, он причислен к лику святых западнохристианской церкви, он жил в Италии, в Южной Италии. Тут одна из икон, давайте мы покрупнее на нее посмотрим, вот он сидит в окружении других святых, а вот тут он вообще изображен рядом с Богородицей, вот Фома Аквинский. Вот тут вот такой вот человек, ну вот на предыдущей картинке его лучше как-то, тем не менее, можно разглядеть, там, вот говорят, что здесь его есть, так сказать, портретные черты, такая крупная голова, немножко приплюснутая сверху. Вообще он очень напоминает портреты императора римского Веспансиана и, так сказать, Тита. Вот именно у Титы Веспансиана и других вот, так сказать, Флавиев был такой череп, такая вот, так сказать, обличие, такая форма головы. Ну, как-то в глубине души я так вот подозреваю, а вдруг он потомок Веспансиана, потомок вот этих вот императоров, один из которых Тита разрушил в свое время храм Соломона в Иерусалиме. Ну, его войска разрушили. Леон Фехтвангер оправдывает Тита. Леон Фехтвангер – это такой известный немецкий писатель еврейского происхождения, у которого есть большой роман «Иудейская война». Как раз по тех событиях, и вот в его писаниях император Тита выглядит как очень посвященный такой интеллигентный римлянин. Ну, в результате как-то не совсем правильно понятого его приказа вот был сожжен храм Соломона в Иерусалиме. Это такое знаковое трагическое событие для всех иудеев. Вот не мог обойти Леон Фехтвангер это событие с короной. Вот такие вот истории с неотомизмом. И все это происходило на фоне европейских событий. В Европе жизнь не прекращалась. Все мысленные усилия, мыслительные усилия были сконцентрированы в области чистой религии. Вот тот блок информации, который был аристотелем кодифицирован в виде его книг типа «Физика», «Политика», он оставался сам по себе. Просто он изучался, но по мере необходимости его можно было использовать. Вот, к счастью, до меня не дошли сведения о практическом использовании аристотелевой науки вот того периода. Периода, я бы сказал, раннего средневековья. Времен Карла Великого, Карла Мартелла, вот таких вот романтических времен. Вот, Карл Мартелл, помните, разбивший Мавров при Пуату, при Пуатье. Тогдашнее ремесло, европейское, ремесленное искусство, оно достигло на самом деле больших высот. Вот помните, я вам рассказывал в прошлый раз вскользь про битву при Пуату, как я ее называю, на старо-французский манер. Сейчас это место называется Пуатье. Вот, кстати, на картинке, если вы любопытствуете, можете посмотреть, так сказать, храм. Этот фасад вот этого храма, который на картинке есть, это где-то уже XII-XIII век. А вот противоположная часть, алтарная часть, она построена еще в стародавние времена и существовала, наверное, еще в годы битвы при Пуату. И, наверное, вот в том храме молился, так сказать, Богу после битвы Карл Мартелла, разгромивший, так сказать, Мавров. Он, конечно, в своей победе был обязан не только проведению Божьему, но и тому, что европейские мастера к тому времени освоили производство металлических доспехов. Это, собственно говоря, такое вот изобретение, металлический доспех явно совершенно у нас ассоциируется с европейским, с европейской военной культурой. Вот все, что есть на Востоке, на Дальнем Востоке, там тоже есть своего рода, так сказать, защитное бундирование, да, защитное, в смысле, от ударов, от копий, из стрел. Но вот таких вот систем, так сказать, панциря, там у них нет. У них есть, у нас, вернее, у восточных, из подвижных частей, кольчуги, вот такие вещи. А тут вот они вот изобрели европейцы. И в битве при Пуату впервые употребили, значит, в дело, так сказать, войска рыцарей. Вот тут на картинке показано, в какую замечательную они были построены, так сказать, колонну. Не колонну, а, так сказать, каре. Фактически это что-то типа, как у Александра Македонского, ученика Аристотеля, да, в центре пехоты. Полюбуйтесь на картинку. В центре пехоты, по бокам кавалерия. И аналогичным же образом была построена и армия арабская. Арабская армия тоже была по аналогичной схеме построена. Полюбуйтесь, хочется мне вам очень показать. То есть, средняя часть, то, что у македонян была, так сказать, фалангой, вот, это, так сказать, пешие воины, одетые в латы перед ними, стрелки, стрелки находятся перед ними. А на флангах, так сказать, конница, кавалерия. Вот. И в аналогичном порядке, если присмотреться, построены были и арабы. Единственное их исключение было то, что центральная часть была еще усилена, усилена кавалерийскими отрядами. И у них не было вот того, в общем-то говоря, старозаветного, раскритикованного еще римлянами построения одним, так сказать, блоком каким-то, отдельные подразделения. Это позволяло им хорошо маневрировать на местности. А так идея была такая же тоже впереди цепочка легковооруженных воинов. И вот эта вот прогрессивная, значит, вещь, с помощью этого прогресса военного, они, кстати, создали свой арабский халифат, вот. А вот такое вот построение устарелое, сплоченный строй закованных в металл пехотинцев, закованных в металл рыцарей на конях и, значит, и коней закованных в металл, которые вот они тут по бокам стоят. Вот это, значит, кавалерия, конница. Вот они позволили Карлу Мартеллу победить. Кстати, я сколько ни искал, не смог отыскать картинки какие-нибудь с изображением самой битвы. Вот это, собственно говоря, реконструкция. Зато вот в тех же местах была еще одна битва при Пуату, простите, при Пуатье уже. Это была в эпоху Столетней войны. Французы и англичане делили прекрасную Францию между собой. Это вот были те еще времена. Значит, битва при Пуату в старые времена. До Карла Великого, еще до, так сказать, осознания европейцами себя, как европейцев. Вот когда Карл Великий создал свою империю, вот он, Карл Великий, это изображение тех времен. Как говорит мой собеседник, при водворе, оказывается, процветал разврат. Я считал, что Карл Великий, это что-то такое вот необыкновенное создание. Вот так его изображал, так сказать, Дюрер уже, значит, в поздние времена. Ну, это, естественно, никакого портретного сходства здесь быть не может, но вот символ императорской власти. Обратите внимание, слово Карл очень созвучно со словом Король. У славян, славяне, значит, вот, взглянув на этого, славу европейского Карла Великого, своих королей западнославянских стали называть королями. Вот это слово вот попало в русский, в язык оттуда же, да, вот от славян, так сказать, западных людей называли у нас королями. Слово Карл, Кароль, да, Король. Вот такие вот дела вышли. К большому несчастью для науки, в конце концов, схоласты обратили свой взгляд на естественные науки и приложились к ним. Это не тема сегодняшнего разговора, а по сути дела конфликт этот, вот этот вот сам факт приложения схоластов к естественным наукам, он возник только тогда, когда появились люди, резко против этого противстававшие, до такой степени, что их отправляли на костер, заставляли отрекаться от своих убеждений. Это вот Галилео Галилея, Джордана Бруно. Джордана Бруно сожгли на площади цветов в Риме. А Галилео Галилею пришлось каяться и отказываться от своих неправильных убеждений о том, что Земля вращается, движется вокруг Солнца. Вот такие вот вещи пришлось сделать Галилею в угоду неправильно понятой философии Аристотеля. Спасибо вам за внимание. Простите, если что не так. Всего доброго вам. До свидания. Продолжение следует...